Антология чтений Слов Всемогущего Бога Как достигаются результаты второго этапа работы завоевания? Работа служителей была первым этапом в работе завоевания. Сегодня совершается второй этап работы завоевания. Почему в ходе работы завоевания также упоминается об усовершенствовании? Для того, чтобы заложить основания на будущее. Сегодня совершается заключительная ступень работы завоевания, после чего придет время испытать великую скорбь, знаменующую официальное начало совершенствования человечества. Самое главное сейчас – это завоевание. Но сейчас также и время первого этапа в процессе совершенствования. Этот первый этап влечет за собой совершенствование человеческого познания и послушания, которые, разумеется, создают основу для работы завоевания. Чтобы стать совершенным, тебе нужно устоять в будущей скорби и приложить все свои силы к распространению следующего этапа работы. Вот что значит быть совершенным. И вот когда люди полностью обретаются Богом. Сейчас речь идет о завоевании. Это то же самое, что говорить о совершенствовании. Но работа, которая совершается сегодня, является основанием для совершенствования в будущем. Чтобы стать совершенными, людям необходимо испытать невзгоды. И основой этого переживания невзгод должно стать завоевание. Если люди не имеют сегодняшнего основания, если они не покорены полностью, им будет трудно выстоять на следующем этапе работы. Только быть покоренным – это еще не конечная цель, а лишь один этап свидетельства о Боге перед сатаной. Конечная цель – быть совершенным. И если ты не станешь совершенным, то тебя можно считать непригодным. Когда в будущем ты столкнешься с невзгодами, только тогда проявится твой настоящий рост. То есть только тогда будет видно, насколько чиста твоя любовь к Богу. Сегодня люди говорят вот так. Что бы ни делал Бог, мы должны повиноваться Ему. Так что мы готовы быть тем контрастом, на котором проявляется Божье могущество и Его характер. Добр ли Бог к нам или проклинает и судит нас, мы все равно благодарны Богу. То, что ты так говоришь, лишь указывает на наличие у тебя некоторого знания. Но способность применять это знание в реальности зависит от того, насколько оно реально. То, что сегодня у людей есть такое разумение и знание, является результатом работы завоевания. Только перед лицом невзгод будет видно, можно ли тебя сделать совершенным. И тогда же будет видно, любишь ли ты Бога по-настоящему, сердцем. Если твоя любовь по-настоящему чиста, ты скажешь, «Мы — контрасты, мы — творения в руках Божьих». Проповедуя Евангелие язычникам, ты скажешь, «Я всего лишь оказываю услугу». Используя развращенный характер в нас, Бог сказал все это, чтобы открыть нам свой праведный характер. Не скажи Он этого. Мы так и не смогли бы ни увидеть Бога, ни понять Его мудрости, ни получить столь великое спасение и столь большие благословения. Если у тебя в самом деле есть такое познание, приобретенное с опытом, то этого достаточно. Однако во многом из того, что ты сегодня говоришь, познания нет. И все это — лишь ворох пустых лозунгов. Мы — контрасты и оказатели услуг. Мы желаем быть покоренными и громко свидетельствовать о Боге. Кричать еще не значит обладать реальностью. Это не показатель роста. Тебе необходимо иметь подлинное познание. И твое познание должно претерпеть испытания. Читай больше тех слов, что изрек Бог за этот период времени, и сопоставляй их со своими делами. Факт есть факт. Ты действительно самый настоящий контраст. Насколько велико твое познание сегодня? Твои идеи, твои помыслы, твое поведение, твои слова и дела. Разве все эти проявления не становятся контрастом для Божьей праведности и святости? Не выражается ли в них ваш развращенный характер, который обличают слова Бога? Твои помыслы и идеи, побуждения, то развращение, что проявляется в тебе, раскрывают праведный характер Бога и Его святость. Бог тоже родился в краю, полном скверны, но остается неоскверненным. Он живет в том же самом скверном мире, что и ты, но обладает разумом и проницательностью, и скверно ему отвратительно. Ты можешь даже не замечать ничего скверного в своих словах и делах, но Он замечает и указывает тебе на это. Все ветхое в тебе, твоей недоразвитость, несведущность, неразумение и отсталый образ жизни изобличено ныне сегодняшними откровениями. Только благодаря тому, что Бог пришел на землю, дабы совершить эту работу, люди увидели Его святость и праведный характер. Он судит и обличает тебя, чтобы ты обрел разумение. Временами проявляется твоя бесовская природа, и Он указывает тебе на нее. Он знает сущность человека, как свои пять пальцев. Он обитает среди вас, ест такую же пищу, что и ты, живет в таких же условиях, что и ты, однако ведает больше тебя. Он может разоблачить тебя и видит насквозь порочную суть человечества. Нет для него ничего более ненавистного, нежели житейские философии людей, их лукавство и лживость. Особенно претят ему плотские отношения между людьми. Возможно, он не владеет человеческими житейскими философиями, зато он прекрасно видит и способен обличить проявляемый людьми развращенный характер. И через все это он совершает свою работу, говоря и уча человека. С помощью всего этого он судит людей и являет свой праведный и святой характер. Вот так люди становятся контрастом для его работы. Лишь воплотившись, Бог может ясно раскрыть человеческий развращенный характер во всех его проявлениях и все мерзкие обличия сатаны. Хотя он тебя не наказывает, а лишь использует в качестве контраста для своей праведности и святости, тебе становится стыдно, и ты не знаешь, где спрятаться, ибо слишком уж ты скверен. Он говорит через то, что раскрывается в людях, и лишь когда изобличает это, тогда люди узнают, насколько Бог свят. Он не пропускает в людях ни малейшей нечистоты, даже скверных помыслов в их сердцах. Если люди словами и делами противоречат его воле, он не прощает им. В его словах нет места ни для какой человеческой скверны или чего-либо другого, все это подлежит изобличению. Только тогда ты видишь, что он действительно не таков, как человек. К человеку, в котором есть хоть малейшая скверна, он испытывает крайнее отвращение. Иногда люди в недоумении говорят, «Боже, почему ты так гневаешься? Почему ты не принимаешь во внимание человеческие слабости? Почему ты не можешь быть хоть немного снисходительным к людям? Почему ты так пренебрежителен к человеку? Ты же знаешь, насколько люди развращены. Так почему ты все равно так относишься к ним? Бог ненавидит грех. Он ему отвратителен. Особенно ему отвратительно любое, даже самое малое непослушание в тебе. Когда в тебе проявляется бунтарский характер, он это видит, и ему это глубоко противно, чрезвычайно ненавистно. Как раз через это и проявляется его характер и естество. Если ты сопоставишь с ним себя, то ты увидишь, что хоть он и ест ту же самую еду, что и человек, и носит ту же самую одежду, пользуется тем же самым, что и люди, живет и обитает с ними, все же он не таков, как человек. Не в этом ли смысл контраста? Через все это человеческое и является Божия сила. Именно на фоне тьмы мы видим, сколь драгоценна существование света. Конечно же, Бог не делает из вас контраста специально. Вовсе нет. Когда эта работа приносит плоды, вот тогда становится очевидно, что человеческая непокорность служит контрастом для Божьего праведного характера. И именно благодаря тому, что вы служите контрастом, у вас появляется возможность познать естественное выражение Божьего праведного характера. Вы подвергаетесь суду и обличению из-за своего бунтарства. Но из-за вашего же бунтарства вы становитесь контрастом. И из-за вашего же бунтарства вы обретаете даруемую вам Богом великую благодать. Ваше бунтарство служит контрастом для Божьего всемогущества и его премудрости. И из-за вашего бунтарства вы также обрели столь великое спасение и благословение. Хоть вы и не раз судимы мною, вы обрели потрясающее спасение, какого человек прежде никогда не получал. Эта работа самая для вас значимая. Быть контрастом также чрезвычайно ценно для вас. Вы потому и спасены и обрели благодать спасения, что вы контраст. Разве такой контраст не чрезвычайно драгоценен? Разве в нем не заключен глубокий смысл? Вы потому и являетесь контрастом и обрели величайшее спасение, что живете в одной стране, в одном порочном краю с Богом. Не стань Бог плотью, кто миловал бы вас и кто присматривал бы за вами столь презренными людьми, кто заботился бы о вас. Если бы Бог не стал плотью, чтобы трудиться среди вас, то когда бы вы получили это спасение, которого ваши предшественники никогда не имели? Если бы я не стал плотью, чтобы заботиться о вас, судить ваши грехи, разве не попали бы вы давным-давно в преисподнюю? Если бы я не стал плотью, чтобы умолиться среди вас, то какое было бы у вас право служить контрастом для праведного характера Божьего? Не потому ли вы служите контрастом, что я принял человеческий облик и пришел к вам, чтобы дать возможность обрести величайшее спасение? Неужели вы не принимаете этого спасения из-за того, что я стал плотью? Если бы Бог не стал плотью, чтобы обитать с вами, разве узнали бы вы сейчас, что вы живете в людском аду худшей жизнью, чем псы и свиньи? Разве не потому вы подвергаетесь обличению и суду, что служите контрастом для моей работы, совершаемой воплоти? Работа контраста подходит вам, как никакая иная, ибо посреди суда вы спасены потому, что служите контрастом. Разве вы не чувствуете, что данное вам право служить контрастом, это благословение в вашей жизни? Вы всего лишь исполняете работу контраста, но при этом вы обретаете такое спасение, какого никогда прежде не имели и о каком даже подумать не могли. Ваш долг сегодня быть контрастом, а причитающаяся вам награда наслаждаться вечными благословениями в будущем. Обретаемое вами спасение это не какое-то эфемерное разумение или мимолетное познание на сегодняшний день, но большее благословение это вечное продолжение жизни. И хотя я использую контраст для покорения вас, вам следует знать, что эти спасения и благословения даны для того, чтобы обрести вас. Они и для покорения, но также и для лучшего вашего спасения. контраст это действительность, однако вы являетесь контрастом из-за своего бунтарства и потому же обрели благословения, которых никто никогда не обретал. Сегодня делается так, чтобы вы видели и слышали, завтра же вы примете и более того, вы будете обильно благословлены. Итак, разве не имеют контрасты огромной ценности? Нынешняя работа завоевания достигает своих результатов через ваш бунтарский характер, служащий контрастом. Иначе говоря, в пик вторичного обличения и суда ваши скверна и бунтарства обращаются в контраст, чтобы вы смогли увидеть праведный характер Божий. Как только вы снова становитесь послушными во время вторичного суда и обличения, перед вами раскрывается весь праведный характер Божий. Иными словами, ваш долг служить контрастом подходит к концу тогда, когда завершается принятая вами работа завоевания. Мое намерение состоит не в том, чтобы прилепить вам ярлык, а в том, чтобы посредством вашей роли оказателей услуг исполнить первичную работу завоевания, раскрыв Божий праведный и непоругаемый характер. Через вашу роль контраста и ваше бунтарство, выступающее контрастом, достигаются результаты вторичной работы завоевания. Вам полностью открывается праведный характер Божий, не до конца раскрытый первичной работой, являя вам во всей полноте его праведный характер, все его естество, состоящее из мудрости, дивность и непорочную святость его работы. Результаты в такой работе достигаются посредством завоевания в различные периоды и посредством суда различной тяжести. Чем ближе кульминация суда, тем больше он раскрывает бунтарский нрав людей и тем плодотворнее проходит покорение. В ходе этой работы завоевания человеку проясняется весь Божий праведный характер. Работа завоевания проходит в два этапа и делится на различные стадии и степени. Соответственным образом различаются и достигаемые результаты. Иными словами, люди становятся во все большей степени покорными. Только после этого можно полностью вывести людей на верный путь к совершенству. Только после того, как вся работа завоевания будет закончена, когда вторичный суд достигнет своего конечного результата, люди больше не будут подвергаться суду, но получат возможность вступить на верный путь переживания жизни. Ибо суд представляет собой завоевание, а завоевание принимает форму суда и обличения. Бог воплотился в самом отсталом и порочном месте из всех, но только так Бог мог раскрыть весь свой святой и праведный характер. Через что же раскрывается его праведный характер? Через суд над грехами человеческими, суд над сатаной, через отвращение к грехам и ненависть к врагам, которые противятся ему и восстают против него. Слова, что я произношу сегодня, предназначены судить грехи человеческие, судить человеческую неправедность и проклинать человеческое непослушание. Лукавство и лживость человека, его слова и дела, все, что против Божьей воли, подлежит суду, а человеческое непослушание осуждению как грех. В основе его слов принцип суда. Он открывает свой праведный характер через осуждение неправедности людей, проклиная их бунтарство и изобличая их уродливый облик. Святость представляет его праведный характер. На самом деле, Божья святость и есть его праведный характер. Контекст нынешних слов – это ваши развращенные характеры. Их я использую за тем, чтобы говорить и судить, чтобы совершать работу завоевания. Только это и является реальной работой, и только это полностью дает воссиять Божьей святости. Если в тебе нет ни следа развращенного характера, Бог не станет судить тебя, но и не явит тебе свой праведный характер. Поскольку характер у тебя развращенный, Бог не оставит тебя безнаказанным. Через это и открывается его святость. Если бы Бог, видя, что людские скверна и бунтарства слишком велики, не стал бы говорить, не судил бы тебя, не обличал бы тебя за твою неправедность, то это доказывало бы только то, что он не Бог, поскольку он не испытывал бы ненависти к греху. Он был бы таким же скверным, как и человек. Сегодня именно за твою скверну я сужу тебя, и именно за твое развращение и бунтарство обличаю тебя. И делаю я это не для того, чтобы покрасоваться своей силой или намеренно угнести вас, но потому что вы, родившиеся в этом порочном краю, так глубоко осквернены нечистотой. Вы попросту лишились своего достоинства и человечности и уподобились свиньям, родившимся в самых грязных уголках мира, и потому вы подвергаетесь суду, и я изливаю на вас свой гнев. Именно благодаря этому суду вы смогли увидеть, что Бог это Бог праведный и Бог святой. И именно из-за своей святости и праведности Он судит вас и изливает на вас свой гнев. Ибо Он может явить свой праведный характер, видя человеческое бунтарство, и может явить свою святость, видя человеческую скверну. Это уже свидетельствует о том, что Он Сам Бог, святой и непорочный, но притом живущий в порочном краю. Если человек барахтается с другими в трясине, в нем нет ничего святого и отсутствует праведный характер, то он не вправе судить человеческое беззаконие, и ему не подобает производить суд над людьми. Если бы человек человека судил, разве не было бы так, будто он сам себе наносит пощечины? Как могут люди, будучи одинаково порочны, иметь право судить себе подобных? Только Сам Бог Святой может судить все порочное человечество. Как мог бы человек судить грехи человеческие? Как бы человек видел грехи человека? И какое право имел бы человек осуждать эти грехи? Если бы Бог не имел права судить грехи человеческие, как бы он мог быть самим Богом праведным? Когда обнажается развращенный характер людей, Бог говорит, чтобы судить их, и только тогда люди видят, что он свят. В то время как он судит и обличает человека за его грехи, постоянно изобличая грехи человеческие, никто и ничто не может избежать этого суда. Всякая скверна подвергается его суду. Только так его характер может называться праведным. Будь иначе, как вас можно было бы называть контрастами на словах и на деле. Работа, совершенная в Израиле, сильно отличается от сегодняшней. Иегова направлял жизнь израильтян, но тогда не было столько обличения и суда, поскольку люди в то время совсем мало еще познали мирского, и характер их был не настолько развращен. В то время израильтяне были во всем послушны Иегове, когда Он велел им строить жертвенники, они спешили их сооружать, и когда Он сказал им облачиться в одеяния священников, они повиновались. В те дни Иегова был словно пастырь, пасущий стадо овец, которые следовали водительству пастыря и питались травой на пажите. Иегова направлял их жизнь и руководил тем, как они ели, одевались, где жили и как путешествовали. Тогда еще было не время раскрывать Божий характер, поскольку человечество только зародилось. Бунтарей или противящихся людей было немного, и среди людей не было так много скверны, а потому люди не могли служить контрастом для Божьего характера. Божья святость проявляется именно через людей родом из порочного края. Сегодня Бог судит, используя скверну, которая проявляется в этих людях из порочного края. И таким образом, во время суда раскрывается Божье естество. Почему Он судит? Он говорит слова суда, потому что ненавидит грех. Разве Он гневался бы так, если бы человеческое бунтарство не было ему настолько противно. Если в нем не было бы никакого гнушания и никакого отвращения, если Он оставлял бы без внимания бунтарство людей, то это говорило бы о том, что Он так же скверен, как и человек. Он может судить и обличать человека потому, что ненавидит скверну, и в нем нет того, что ненавистно ему. Будь в нем противление и бунтарство, противники и бунтари не были бы ему ненавистны. Если бы работа последних дней совершалась в Израиле, в ней не было бы никакого смысла. Для чего работа последних дней совершается в Китае, самом темном и отсталом из всех мест? Для того, чтобы явить Божью святость и праведность. Если говорить кратко, то чем темнее место, тем яснее можно показать Божью святость. Все это на самом деле ради Божьей работы. Только сегодня вы осознаете, что Бог сошел с небес, чтобы встать среди вас, выделяясь на фоне вашей скверны и вашего бунтарства, и только теперь вы знаете Бога. Разве это не величайшее возвышение? Вы на самом деле группа людей в Китае, которые были избраны. Поскольку вы были избраны и наслаждаетесь Божьей благодатью, и поскольку вы не заслуживаете наслаждаться такой великой благодатью, это говорит о том, что все это для вас наивысшее возвышение. Бог явил вам себя и весь свой святой характер и дал вам все это, чтобы вы наслаждались всякими благословениями, какими только можно. Вы не только изведали праведный характер Божий, но еще и вкусили Божье спасение, Божье искупление и безграничную, нескончаемую Божью любовь. Вы наисквернейший из всех пользуетесь столь великой благодатью. Разве вы не благословенны? Разве не возвысил вас Бог? Вы люди самого низкого статуса из всех, по сути недостойные обрести столь великое благословение, и все же Бог сделал исключение, возвысив тебя. Не стыдно ли тебе? Если ты окажешься неспособным исполнить свой долг, то в конце концов тебе будет крайне стыдно за себя, и ты сам себя накажешь. Сегодня ты не подвергаешься ни вразумлению, ни наказанию. Твоя плоть цела и невредима, но в конце концов эти слова постыдят тебя. По сей день я еще никого открыто не наказывал. Пусть мои слова строги, но как я веду себя по отношению к людям. Я утешаю, увещеваю их и напоминаю им. И делаю я это лишь с одной целью спасти вас. Неужели вы и в самом деле не понимаете моей воли? Вы должны понять, что я говорю и вдохновляться этим. Только теперь многие стали понимать, не это ли благословение быть контрастом? И разве служить контрастом? Это не самое большое благословение. Когда вы в итоге отправитесь благовествовать, то будете говорить так. Мы типичный контраст. Вас спросят, как это вы типичный контраст? А ты скажешь, мы служим контрастом для Божьей работы и Его великой силы. На фоне нашего бунтарства раскрывается весь праведный характер Божий. Мы предметы, служащие Божьей работе последних дней. Мы вспомогательные средства для Его работы и Ее орудия. Услышав такое, люди будут заинтригованы. Тогда ты скажешь, мы образцы и примеры для завершения Богом работы во всей Вселенной и покорения им всего человечества. Независимо оттого, святые ли мы или скверные, по большому счету, мы все равно благословлены больше вас, потому что мы видели Бога. Через возможность того, чтобы Он покорил нас, является великая сила Божья. И только потому, что мы скверны и растленны, Его праведный характер выделяется на нашем фоне. способны ли вы таким образом свидетельствовать о Божьей работе последних дней? Вы недостойны. Это Бог возвысил нас, не более того. Хотя сами мы не гордые, но мы гордо хвалим Бога, потому что никому не унаследовать такого великого обетования и никому не обрести такого огромного благословения. Мы испытываем такую благодарность за то, что мы столь скверны, можем служить контрастом в Божьем управлении. А когда тебя спросят, что такое образцы и примеры, ты ответишь, мы непокорнейшие и наисквернейшие из людей, мы самым глубочайшим образом развращены сатаной, из всякой плоти мы самые отсталые и презренные, мы классические примеры тех, кого использовал сатана. Сегодня мы избраны Богом, чтобы из всего человечества стать первыми покоренными людьми, и мы увидели праведный характер Божий и унаследовали его обетование. Через нас покоряется еще больше людей, вот почему мы образцы и примеры покоренных среди рода людского. нет лучшего свидетельства, чем эти слова. Это лучший твой опыт. КОНЕЦ Продолжение следует...